Эта программа говорит губерния, мы продолжаем. Я с удовольствием поговорю про День белорусской культуры. С удовольствием, потому что по материнской линии я родом из Белоруссии. Мои предки сначала в Сибирь переселились из Гомельской губернии. Точнее, когда они переселялись, она была не Гобельская, а Могилевская. И вот наша сегодняшняя гость, по-моему, тоже родом из Могилевской губернии. Здравствуйте. Светлана Владимировна Ермакова, член Ассамблеи народов Хабаровского края, директор спортивно-досугого центра Руси и организатор этого самого Дня белорусской культуры. Здравствуйте. Совершенно верно. Мои предки тоже из Могилевской губернии, поэтому мы земляки с вами. Если вы не знаете географию Белоруссии, Гомель и Могилев – это восточная часть, как раз где больше всего русских проживает. Да, да. И когда-то в 1906 году первыми переселенцами было образовано наше село и практически весь район Лозо переселенцами из Могилевской и Черниговской губернии. Да, я же не сказал, что День белорусской культуры по традиции проходит именно в Полетном, да? Это вот как раз очаг белорусской культуры в Хабаровском крае. Совершенно верно. Именно в Полетном. Хотя, конечно, много сел образовано белорусами, но почему-то Полетное стало центром белорусской культуры. Наверное, потому что на сегодняшний день проживает более 700 потомков первых переселенцев белорусов. И так сложилось, что люди очень трепетно относятся к своей культуре, к своей самобытности. Ну, там можно услышать белорусскую речь? К сожалению, я не говорю по-белорусски, хотя очень красиво. Ну, на сегодняшний день село многонациональное. Естественно, что основной язык русский. Белорусскую речь можно услышать у людей более старшего возраста. И, наверное, все-таки больше белорусских слов проскальзывает в русской речи. И обязательно белорусский говор. Куда без него? Он такой более мягкий, да? Такие слова, как «прискрынок» до сих пор в обиходе, это «шкаф», «комод», «весенний», «свадьба», «пуня», «сарай». Такие слова, их очень много, и мы понимаем их значение. А кто приезжает, конечно, не понимает. А на каком языке вы говорите? А нам кажется, что это русский язык. В том числе в русской кухне, ну, считается теперь, что русском, очень много белорусских блюд, да? Ну, вот наши любимые драники, это же белорусское блюдо? Это белорусское. Вареники, это белорусское. Не украинское, белорусское. Белорусское, да. Ну, Белоруссия, Украина, все переплетено очень тесно, поэтому выяснить, откуда эти блюда. Как проходят дни белорусской культуры? Ну, собственно, мы фотографии уже видим, это пение, какое-то народное творчество. Да, в дни белорусской культуры большой праздник, такое праздничное мероприятие, объемное, где не только песни, фольклорные творческие коллективы поют, песни не только белорусские, и украинские, и русские, то есть всевозможный народный фольклор. Но, помимо этого, мы обязательно показываем какие-то новые обряды. То есть из архивов поднимаем старинные обряды, их восстанавливаем и почти подлинно их показываем. Ну, кстати, насчет обрядов, я знаю, что кроме Дня белорусской культуры, вот в разгар лета проводится еще День Ивана Купала, точнее, по-белорусски звучит несколько иначе, да? Купалья. Купалья. Да, этот праздник у нас уже стал традицией, в течение 10 лет мы проводим этот праздник, он уже приобрел такую популярность, что к нам приезжают не только с Хабаровского края, а уже с других регионов даже побывать хотят на нашем празднике. Конечно, приглашаем творческие коллективы, где поют старинные песни, каждый на своем языке, но самое главное – это обряды, которые мы показываем, все-таки это обрядовый праздник. И вот такой обряд, мы каждый год его показываем, он пользуется популярностью, и гости приезжают именно поучаствовать в этом обряде. Это очищение водой и огнем. Так, ну вы знаете, про Иван Купала вообще пишут страшное, там оргии были ужасные, все вранило. Мы без оргий. Считается, что он проводится всегда с 6 на 7 июля. В этот день считается, вода приобретает целебную силу, так же, как и вся природа. И вот этот обряд очищения водой и огнем, два костра больших, между которыми проходят люди, и их надо окропить вот этой целебной водой. То есть считается, что человек, который прошел между огней, скинул всю энергетику грязную, плохое здоровье, приобрел здоровье хорошее, может загадать желание. Ну, День Белорусской культуры отмечается же не первый год? День Белорусской культуры отмечается третий год у нас. Третий. Это уже становится традицией доброй. Ну, я с удовлетворением должен отметить, что вот мои предки белорусы оказались самыми верными. Вы согласны? Особенно последние годы показывают, что из всех славянских народов белорусы самые верные. Наверное, потому что это все-таки славянская нация. И мы всегда очень тесно русские, украинцы. У нас в нашем селе проживает достаточно много украинцев. И мы все всегда очень по-доброму живем. Никакой вражды, никакой межнациональной. Вы же член Ассамблеи народов Хабаровского края. Но можно сказать, что у нас, даже несмотря на последние события, никакого ущемления украинской культуры нет. Совершенно нет. Даже можно сказать, что мы пытаемся с ними еще больше подружиться. Недавно участвовали в фестивале украинской письменности, украинской культуры. С удовольствием посетили. Приглашаем их к нам. Поэтому вот все замечательно. Отношения у нас прекрасные. А из самой Белоруссии приезжают? Вы знаете, раньше это прямо было традицией. Всегда приезжали. Но вот последний год в этом году не было. Просто не до того. Наверное, не до того. И еще посольство переехало в город Владивосток. Может быть, с этим связано. Эх, Владивосток, все лучше у нас забирает. Шучу. А если говорить серьезно, на мой взгляд, события последних нескольких десятилетий показали, как важно сохранять национальное единство. Потому что, собственно, корни того, что сейчас происходит в Европе, на мой взгляд, это национализм, который неожиданно совершенно, возможно, искусственно его культивирует. Но вот мы же здесь живем спокойно. И никаких разборок, на мой взгляд, нет. С вами согласна. Я уже говорила, что наше село очень многонациональное. И хотела заметить, что в наше время, когда мы росли, к нам очень приезжало много переселенцев с других стран СНГ, так сказать. И мы со всеми очень по-доброму жили, дружили, росли. И до сих пор они проживают все у нас в поселке. И я думаю, что если начинать с детского возраста, воспитывать детей, правильно учить хорошему, учить патриотическое воспитание, я думаю, что никакой вражды межнациональной не будет. Ну, по крайней мере, в Хабаровском крае все возможности для того, чтобы развивать свою культуру. У нас, я не знаю, есть ли хоть один народ или национальность, которая проживает в Хабаровском крае, и не имеет возможности устраивать национальный фестиваль. По-моему, все устраивают. Все. Дагестанская, узбекская. Чеченская, украинская, армянская, еврейская, малые национальности. Даже немецкая. Ассамблея проводила фестиваль немецкой культуры. То есть все нации, которые у нас здесь живут, могут заявиться и могут провести. Ассамблея всегда поможет, не откажет. Вернемся к белорусским корням нашим общим. А вы сами в Белоруссии были? Нет, я сама не была, но есть мечта побывать. Наверное, когда закончатся, может быть, военные действия, я, наверное, обязательно побываю. Я был один раз, но до сих пор вспоминаю, потому что чувствовала всюду родное. В том числе это вот драники мы делаем вкусные, но и в Белоруссии она все равно вкуснее. Почему? Спасибо. А поздравляю с Днем Белорусской культуры, который по традиции был проведен в селе Полетном, очаге белорусской культуры в Хабаровском крае. У нас в гостях был организатор Светлана Владимировна Ермакова, член Ассамблеи народов Хабаровского края, директор спортивно-досугового центра «Русь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова